Дорогие друзья, вторая часть нашего разговора. На связи со мной по-прежнему Владимир Игоревич Сапунов, профессор, доктор биологических наук, преподаватель журфака ВГУ. Здравствуйте, Владимир Игоревич. Здравствуйте, Константин. Да, вот Владимир Игоревич, прошлую программу мы заканчивали на теме, скажем так, нашего медиапространства. Давайте немножко поговорим теперь о том, что же за рубежом, тем более вы мониторите эту ситуацию, вы специалист в этой области. Вот мы как-то говорили о том, что сначала в Штатах появилась фабрика троллей, потом через время у нас. Вы скажите, пожалуйста, вот часть, скажем так, населения, активных пользователей интернета сетуют на то, что вот у нас огромное количество пропаганды, в том числе в телевизоре. Что там за, скажем так, за бугром? Там тоже работают, скажем так, пропагандисты? То есть там зеркальная ситуация? Ну, мы уже давно знаем о том, что независимость и объективность западных СМИ – это миф. И особенно хорошо он развенчивается в последние годы. Потому что мы всегда говорили, что, в общем-то, они говорят об одном и том же относительно внешней политики. Но там идет борьба внутри истеблишмента, между демократами и республиканцами в США, между либористами и консерваторами в Великобритании. Да, мы всегда там говорили, что Нью-Йорк Таймс – это газета демократов, Вашингтон – постгазета республиканцев. Значит, они между собой там ведут определенную борьбу. Так же, как канал CNN – это канал либеральный, а Fox News – это канал консервативный. То есть они могли, так сказать, по определенным вещам в внутренней политике спорить. По поводу внешней политики у них никогда не было особых разногласий, в плане того, что США имеют право начать войну в любой точке мира, когда они хотят лишь бы выиграть эту войну. И, собственно говоря, освещение последних вооруженных конфликтов, в которых США участвовали, это особенно, так сказать, хорошо иллюстрирует, когда все так называемые демократические СМИ, они просто выстраивались в конвейер и клепали пропаганду. Особенно наглядно это проявилось во время бомбардировок в Югославии 1999 года, и, значит, американцы извлекли урок из поражения во Вьетнаме, когда разрешалось прилично критиковать военную операцию в США, потому что тогда тоже была жесткая пропаганда на телевидении, все эти девиации были. И вот, значит, во внешней политике так. И по поводу СССР России тоже ничего хорошего мы никогда не могли услышать в американских и британских СМИ. То есть хорошо было только для России, хорошо могли говорить о России только в случаях, если Россия соглашалась с американцами, с их внешней политикой, как это было в 90-е годы, когда Россия слепо следовала форматоре американской политики. Но сейчас времена еще стали хуже, потому что события 2016 года, они особенно ярко развенчали этот миф о объективности, да, какой-то там американских и британских СМИ. Сначала был Brexit, когда британские СМИ конвейером вели пропаганду против Brexit, и только три издания выступили за Brexit крупных. Это Daily Mail, это Телеграф, качественная газета, Daily Mail, средняя и массовая газета Daily Express. В том числе конвейерную пропаганду мощно осуществляла государственная корпорация BBC. В общем-то, от старой школы BBC там в этом плане ничего не осталось, потому что в 82-м году, да, значит, во время Фолкменской войны BBC повела себя франдистски, потому что подавляющее большинство британской прессы, исключая газеты ныне покойного магната Максвелла, вели жесткую пропаганду за войну и поддерживая, значит, военные действия. А потом BBC, видя это, они, так сказать, решили критиковать правительство опять через эту войну. В общем, сейчас это немыслимо уже совершенно, потому что BBC ведет конвейерную пропаганду по определенным вещам, по Brexit в частности. До этого еще была тоже такая же откровенная пропагандическая кампания против независимости Шотландии во время референдума. Ну, там тоже британские СМИ провели свою конвейерную пропаганду. И, значит, противники Brexit в основном ориентировались на интернет, для того, чтобы распространять свои взгляды. И в США, значит, кампания пропагандистская против Трампа, там весь мейнстрим встал, значит, на сторону его противников, уже вне зависимости от того, демократ или республиканца. Ну, потому что вышел, так сказать, неожиданно достаточно кандидат, его нельзя назвать, потому что не системным, потому что он, конечно, системный, он видный, так сказать, члены, донат республиканской партии многие годы, он миллиардер, капиталист, то есть он, конечно, свой. Ну, свой, но не очень свой, да, потому что он выступал за то, что национальный интерес США должен быть важнее, чем какие-то там глобальные проблемы. Глобалисты, конечно, по нему там очень сильно прошлись, и тоже главным источником для него, рупором, да, информацией стал интернет. Тоже была абсолютно такая конвейерная пропаганда. Значит, и только в конце уже президентской кампании, когда выяснилось, что у Трампа все-таки какие-никакие шансы есть стать президентом, некоторые традиционно республиканские издания стали высказываться за Трампу. То есть вот это вот такой, можно сказать, один из водоразделов, который показал, что последние иллюзии уходят о какой-то там объективности западных СМИ. И если мы будем экстраполировать на нашу ситуацию, то мы знаем, что главной особенностью советской пропаганды годами было умолчание и восхваление власти, не гирьки власти. Во многом это перепочивало и на наши федеральные каналы сейчас главные. Действительно, говорить, что там прям какая-то откровенная ложь пропагандистская нельзя. В основном умолчание, да, о многом не говорят, и гладкая, причесанная власть. Вот это две основные, можно так сказать, характеристики советской и российской пропаганды. Но главная особенность американской пропаганды годами, десятилетиями, была эта откровенная ложь, наглая ложь. То есть Дебес, который является главным учителем современной американской пропаганды, говорил, что ложь должна быть настолько грандиозной, чтобы люди даже и поверить не могли в то, что это ложь. И американцы, они так, собственно говоря, и действуют. Значит, ну, такие классические примеры. Это так называемые химические атаки в Восточной Гуте, в Сирии. Да, когда, значит, там изображали мертвых дети, которые до этого уже побывали мертвыми в Ливии. Значит, потом ожили и переехали в Сирию. Там, значит, тренировали специальные инструкторы из так называемых белых шлемов, что, на самом деле, фактически филиал британской внешней разведки МИ-6. И там люди бегали и говорили, что Зарин, Зарин. Я почувствовал запах Зарина. Я увидел следы капли Зарина на моей одежде. А на самом деле Зарин – это газ, который не имеет ни цвета, ни запаха. То есть это вот такая вот совершенно топорная пропаганда, инсценировка. До этого, в 2011 году, была фактически инсценировка гражданской войны в Ливии. Значит, когда кадров войны практически не было. И западные каналы показывали людей, которые стреляют непонятно куда. Значит, непонятно, кто в них стреляет. Значит, бегают там в чистеньких костюмах, в кроссовках «Адидас», в которых, ну, так сказать, после утренней пробежки то более грязные будут. А вроде как в пустыне воюют. Ну и так далее, и так далее. Очень много откровенной лжи по поводу России. Это особенно все актуально. Вот последняя, так сказать, компания, да, по поводу того, что якобы, как они формулируют, как сформулируют канал СНН, Россия покупала бойцов Талибана, чтобы они убивали американцев. Ну, абсурдность, полная ситуация. Потому что талибы вполне себе бесплатно 20 лет с американцами воевали. И многие-то, и уж в чем-в чем, в деньгах-то они особо не нуждаются. У них очень богатые спонсоры из мусульманских стран. Значит, и они бы и сами заплатили, наверное, чтобы убивать американцев, да. Потому что они это делают абсолютно из идейных убеждений. Поэтому, да, и говорят там, что по хавале передавали деньги, да, это вот такая вот система банковского поручительства. А говорят, что вот видны электронные счета. Но хавалов это из рук в руки. Ну, и, кстати, говорят, что хавалов сейчас достаточно редко встречается. Уже есть другие методы передачи денег. Но, тем не менее, вот несмотря на такую достаточно серьезную сомнительность этой компании, в общем-то, и абсурдность, она сейчас раздувается в американских СМИ. И уже Нэнси Пелоси, да, виднейший, где эти демократические партии призывают ввести санкции против России в связи с этим. И вот этот наглый ложь, да, циничный ложь, она ведь с нашей либеральной оппозицией, и она тоже ориентируется на американские какие-то лекала в этом смысле. Эти люди, они учились в зарубежных университетах, они проходили определенные курсы при определенных организациях. Их тоже учили этому. И, собственно говоря, главные методы их пропаганды, это именно откровенная наглая ложь, броку и все подобное этому. Ну, в общем-то, так сказать, это я говорил уже в прошлой части об этом, там, например, наглая ложь по поводу православной церкви. Православная церковь организовала бордель в Москве. Значит, выясняется потом, что рядом с церковью была гостиница в 11-й год. Понятно, чем там в гостиницах иногда занимаются по ночам. Значит, церковь к этому вообще никакого отношения не имела. Ну, вброс пошел там, 40 ведущих либеральных блогеров, изданий это все распространили. А как говорил Геббельс, совершенно справедливо, что в современной информационной битве, значит, важно тот, кто ударит первым, важно опередить. Потому что первая информация, которая попадает на кору человеческого мозга, ее потом очень сложно оттуда стереть и убрать, даже если будут опровержения по этому поводу. Ну, так сказать, государство наше, оно как-то пытается справиться с этой пропагандой, потому что вот либералы любят там организовывать всякие сайты. Ложь Киселева, ложь Соловьева и так далее. А сейчас можем увидеть там ложь Навального, ложь Дудя, ложь Ходорковского. То есть противодействие идет в этом плане. Естественно, еще раз повторяю, что ни о каких там свободных, независимых западных медиа не может идти речь. И не только здесь аспект внешней политики или разногласий там между либералами и консерваторами, а сейчас США там, вот идут разногласия, в основном, между глобалистами и американскими националистами. Да, вот Трамп, он говорит, что Америка – это главное, а глобальные, так сказать, все проблемы. Уже на втором плане глобалисты говорят, что Америка – это, так сказать, дрова в костер, как Тронский в свое время про Россию говорил. И если мы возьмем, скажем, там конфликт между, главный конфликт современного капитализма, конфликт между капиталом и трудом. Сейчас можно так ее немножко утрировать. Конфликт между работодателем и работником. И все ведущие западные СМИ, мейнстримы, за исключением немногих, там Guardian в Великобритании или Liberation во Франции, они в этом конфликте поддерживают работодателей. Если действительно есть конфликт работника и работодателя, то материалы об акциях протеста, о забастовках или еще там о чем-то, они подаются прежде всего с точки зрения неудобства простым гражданам. Если бастует почта, то либо материал начинается с этого, либо акцент в материале делается на этом. Он неудобствует простым людям. Значит, не могу послать посылку. У меня груз пропадает, говорит бизнесмен, я его не могу отправить. Значит, не получил телеграмму о смерти отца. Бастуют железнодорожники, работники транспорта. Не могу попасть на работу, опаздываю. Значит, не могу поехать на похороны родителей. Ну и так далее. Если акции протеста еще со столкновением с полицией, то обязательно говорят, что сами спровоцировали и так далее. А как жестоко полиция подавляет акции протеста, мы видим на примере желтых жилетов. И сейчас во время акций протеста в США полиция не церемонится с этим. То есть акции протеста трудовые или еще какие-то, они, ну мы прежде всего сейчас о трудовых говорим. То есть акции желтых жилетов, она сейчас вышла далеко за рамки того, из-за чего начиналась эта акция. То есть начиналась она с того, что первая акция была против повышения цен на бензин. Уже давно, так сказать, правительство пошло на попятную, да, значит, и цен на бензин снизило. Но акции продолжались, продолжаются и продолжаются уже с гораздо более широким набором требований. Ну и вот по поводу поправок тоже мы поговорили с вами в первой части об этом, что в прагматическом плане тут особой борьбы не было, потому что ясно было, что поправки будут приняты, да, в Конституции так или иначе. Борьба в основном в виртуальном пространстве развернулась, и символическая борьба, да. Вот очень важно было Западу и либералам выиграть эту символическую борьбу, представить сторонников поправок, там, каких-то там недоумков, недалеких людей, которые, или там, хуев власти, ничего у них не получилось, и, собственно говоря, не смогли. Хотя, конечно, вот та агрессия, та злоба невероятная, да, с которой либералы вели эту информационную войну, она все больше и больше поражает. Ну, можно сказать, что люди не добиваются своих целей, а ведь они получают большие деньги из западных источников, из российских источников, их надо отрабатывать. А тут получается, что ничего не выходит, отсюда такая вот злоба и попытка создать какие-то вот шаблоны своих противников. То есть, это все, конечно, характеристики, это все американское влияние в пропаганде, это все характеристики американской пропаганды. То есть, это цинизм полнейший, это бесцеремонность, наглость, хамство, грубиянство и так далее. Вот то, чем в очередной раз либералы во время последней кампании отметились. Я-то еще раз повторю, влияние запада. Хорошо, Владимир Игоревич, вот смотрите, мы заговорили про Соединенные Штаты Америки, да? Ну, тогда давайте немножко в эту тему углубимся. Вот ситуация с негритянским населением, с Флойдом Джорджем, да? Вот как там работают СМИ, как подают вот эту ситуацию, это первое. И второе, все-таки, это элемент внутриполитической борьбы государства. И в капиталистическом государстве, все-таки, в капиталистической системе средства массовой информации являются одним центром силы, то есть, все-таки, они в едином порыве работают или есть некая конкуренция. И за счет этого, ну, скажем так, как раньше нам говорили, опять же, так называемые, да, люди, которые придерживаются теории свободного рынка, что вот эта конкуренция, она как бы создает возможности для того, чтобы было больше, скажем так, прозрачности в СМИ. Ну, что касается нынешних событий в США, то тут, в общем, ясно совершенно то же самое столкновение. Глобалистов и националистов, и тех, кто поддерживает Трампа, и тех, кто против него. Потому что наиболее яростную пропаганду, конечно, этих вот всех вещей ведут СНН и Нью-Йорк Таймс. Это несмотря на то, что на второй день протестов, значит, толпа начала громить штаб-квартиру СНН в Атланте, штат Джорджия, и тем не менее СНН, да, в общем-то, является одним из флагманов пропагандистской кампании за, значит, BLM, да, Black Lives Matter. В основном американский мейнстрим относится к акциям этим нормально, но и поддерживает их, да, но все делают, так сказать, упор на то, что мы не поддерживаем насилие, не поддерживаем погромы, мы поддерживаем мирные, значит, демонстрации, но такого уж очень жесткого осуждения этих погромов нету. То есть, как сказать, критикуют отдельные недостатки, отдельные издержки этого всего. И понимаете, сейчас, конечно, американские консерваторы, они абсолютно в меньшинстве, голос теряется. Вот вчера очень хорошо выступил по этому поводу, ну, как сказать, голоса теряются. Вот громко прозвучал вчера очень голос Трампа, когда он на День независимости США прилетел на Рашмурский мемориал, на гору Рашмур в Южной Дакоте, и там около знаменитого памятника сам основательным США произнес мощную речь на час и сказал, что мы не дадим, значит, в обиду наши ценности, нашу свободу и так далее. То есть, очень многие американцы, они серьезно начинают бояться этого всего, потому что протест уже больше месяца проходит, и это, в общем, такого в США не было даже в 68-м году, не в 92-м году, да, когда, значит, были протесты против, по поводу убийства Мартина Лютера Кинга, а затем Ротни Кинга в 92-м году. Значит, и это уже становится серьезным, тем более, что уже совершенно очевидно, что эти протесты, они не просто так, их никакая не Россия организовала, а их организовали очень серьезные влиятельные элитные силы в Соединенных Штатах Америки, близкие к демократической партии, к либералам, они все это делают, да, для того, чтобы расшатать политику Трампа и подорвать его позиции. И тут совершенно уже очевидно, что просто так, как все не закончится, и власти придется так или иначе давать какой-то ответ. Трамп не хочет пока использовать национальную гвардию, тем более армию для этого. И мы видим, что демократы, которые являются комбинаторами штатов, являются взаимодоначальниками, они, так сказать, саботируют и спокойно даются достаточно развиваться событиям. Ну, правда, вот на днях все-таки в Сиэтле эту, так сказать, свободную зону на Капитолийском холме, в Сиэтлском, полиция все-таки разорнала, но, тем не менее, достаточно пассивно себя ведут полицейские. Но особенно это видно было в первые дни, да, когда просто там в центре Нью-Йорка толпа громила и грабила магазины, и рядом ни одного полицейского не было. Идут на Попятную там так или иначе, да, вот там переименовывают целый отдел полиции, как это в Нью-Йорке происходит. В общем, средства массовой информации, я бы сказал, относятся к этому гораздо лояльнее, чем можно было бы предположить к этим ко всем событиям, учитывая, что там настоящее уже варварство началось. И, значит, собственно говоря, да, вот особенно рушит памятник иногда совершенно к абсурду полного приводит. Вот сегодня ночью в Балтиморе был, значит, снесен и сброшен в море памятник Христофору Колумбу, но это не первый уже памятник Колумбу, который в США валяет. Но чем интересен этот случай? Тем, что этот памятник построен был на деньги итальянской диаспоры в США, ну, прямо скажем, мафии, да, которая перебралась именно на Солиде туда. То есть фактически это памятник национального меньшинства американского, а тут вот его свалили. Видите, вот какая ситуация. Еще раз повторяю, что лояльность достаточно такая серьезная, порог лояльности высокий уровень лояльности, несмотря на то, что традиционно американские СМИ не поддерживают ни уличного насилия, ни уж тем более там какого-то вандализма. А здесь часто относятся к этому спокойнее, чем можно было бы предположить. Владимир Игоревич, смотрите, радикальная смена повестки дня. Вот была Украина, потом Сирия, месяца три назад коронавирус, коронавирус, сейчас ситуация с этим Флойдом Джорджем, вот это все-таки специфика капиталистических СМИ ухватиться, зажаренное, и вот это раскручивать, да? Или это, скажем так, некая политика кукловодов? Я думаю, что и то, и то, хотя второе, конечно, важнее, потому что мы же знаем прекрасно, что некоторые вещи, которые попадают в повестку, и потом некоторое количество времени, сколько нужно, да, они на первых полосах газет, первыми идут в новостях 24 часа в сутки, раз, 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 а потом раз, и неожиданно они исчезают куда-то, или, собственно говоря, тонут в другом потоке информации. Конечно, здесь определение повестки дня – это не вопрос жареных факторов, хотя, естественно, да, никто еще не отменял рейтингов, популярности, значит, собственно говоря, удорожание рекламного времени, все это понятно. Но, тем не менее, создание повестки дня – это, конечно, гораздо более серьезный вопрос, чем просто, так сказать, ну, добавление какой-то популярности. Мы видим на наших экранах в России, да, что сейчас происходит по поводу коронавируса, потому что, когда, ну, где-то там еще месяц назад, помню, что все новости абсолютно только с этого и начинались. Сейчас об этом скажут в лучшем случае где-то там в бегущей строке или в середине выпуска, хотя цифры-то по-прежнему огромными остаются. Но дана команда – все, давайте мы эту тему больше, так сказать, так сильно не будем раскручивать. Чуть-чуть там будем информировать, чтобы люди знали и все такое. Хотя, еще раз повторяю, что у нас и по России по-прежнему большие цифры, там немножко снижается, количество смертей постоянно увеличивается. А уделять времени, внимание этому стали в гораздо меньшей степени, понимаете. То есть, конечно, тут совершенно однозначно, что за повесткой дня кто-то стоит. Возьмем, вы про США говорите, давайте последний пример. США разберем, скажем, вот разберем последний пример, давайте США. Ну, например, военный переворот в Венесуэле, значит, попытка военного переворота в Венесуэле. Американцы и некоторые европейские государства признают Гуайо, значит, законным президентом Венесуэлы. Как только поняли, что попытка эта провалилась, то, собственно говоря, и, значит, с первых, ну, из заголовков новостей все это уходит. Два-три дня они поговорили об этом, потом там, в лучшем случае, в аналитических программах обсудят что-то и так далее. То есть, вот такой вот пример, как из повестки дня, в повестку дня что-то врывается и из повестки дня что-то вылетает. Ну, то же самое и в Боливии было, да, когда был, значит, военный переворот, там он удался, да, удалось свернуть Моралеса. То же самое поговорили день-два. Сейчас там тоже достаточно такие серьезные события развиваются, значит, непонятно, когда будут выборы, говорили, что осенью будут, сейчас из-за коронавируса, возможно, перенесут их. Но американские СМИ об этом практически не говорят, за исключением там профильных таких, как СНН и Наспаньел. То же самое убрали из повестки, мало об этом говорят. Какое-то время назад западные СМИ практически перестали сообщать об акциях в желтых жилетах, хотя в начале это все тоже было в хендлайнах, да, в заголовках, в начале новостей. А сейчас ведь эти акции продолжаются так или иначе, но о них практически не говорят, но в основном в интернете об этом узнаем. И СМИ начинают сообщать только если что-то уж очень серьезное там произошло во время этого, кого-то сильно побили или что-то сильно сломали, или еще что-то в этом. В общем, можно тут до бесконечности вспоминать, конечно, повестка дня, еще раз повторяю, вывод до заключения, слишком серьезное дело, чтобы его доверять самим журналистам. Тут совершенно однозначно, что за этим стоят интересы тех, кому это выгодно, то есть крупного капитала и элиты глобальны. Хорошо, Владимир Игоревич, немножко поменяем тему, смотрите, скажем так, по моим ощущениям, на мой взгляд, в наших СМИ сейчас немножко меняется создание образа архитектуры нашей власти. Если ранее все-таки у нас превалировали ценности либерально-экономического формата, да, системы, то сегодня, на мой взгляд, опять же, формируется образ такого национального солидарного государства. Что я понимаю по солидарному, это значит, что вот мы, условно говоря, живем в России, мы граждане России. Ну, слово русский тут, конечно, не совсем вписывается, потому что это такой уже вопрос этнический, наверное. Вот. И неважно, богатый ты или бедный, кто ты там, дворник или директор предприятия, мы все делаем какое-то общее дело. Вот. На что это похоже? Были ли какие-то исторические примеры? И насколько это соответствует, скажем так, действительности? Это тоже политика на самом деле? Я вас понимаю, да. И действительно, вы правы. И очень хорошо было бы, если бы вы были еще более правы в этом. Потому что, конечно, Россия не может жить без какой-то общей идеи, без национальной идеи, без национальной солидарности. Это нам просто необходимо. И все основные такие прорывные, так сказать, этапы развития России, они именно с мобилизацией были связаны. Связаны. Значит, с тем, что население получало какую-то определенную идею, да, люди получали определенную идею, ради которой стоило бы жить. И ради которой стоило бы трудиться. К сожалению, пока это сейчас только все в зародыше. Понимаете? Вот то, что принято по практике с таким большинством, это очень хорошо. Не только потому, что они там приняты сами по себе. В плане, значит, ну, аксиологического какого-то и метафизического, этологического шага в сторону консервативного государства и от либеральных, там, европейских ценностей. А это хорошо и в плане того, что люди как-то вот начали воспринимать, что есть определенные, ну, какие-то ценности, в сторону которых следовало бы идти и брать за ориентиры. Это еще раз повторяю, все зародыше только. Во многом это идет от противного, потому что совершенно безобразнейшая пропагандистская кампания, отвратительнейшая, которая была организована либералами в интернете, в их средствах массовой информации, она, думаю, сыграла свою роль. И эти флаги ЛГБТ, да, на посольство США и Великобритании и в Москве, и выпады против ветеранов, против, значит, роли Советского Союза во время Второй мировой войны, последней, да, кто-то говорит, что равная ответственность должна быть с немцами, кто-то говорит, что мы лишь одна из стран-победительниц, ну, и так далее, и так далее. Тут пока еще во многом противного идет. А так, конечно, национальная идея, она необходима, национальная солидарность необходима, национальная мобилизация необходима, но то, о чем вы говорите, это, к сожалению, пока немножко желаемое за действительное. Тут, конечно, еще надо преодолевать ту атомизацию общества, которая получилась в результате либеральных репорт 90-х годов, когда слишком уж индивидуализировано было общество российское, которое в таком состоянии просто не привыкло жить. Мы, конечно, должны иметь какую-то определенную национальную идею. Патриотизм – это очень хорошо, это да, это национальная идея, без всяких сомнений, но это слишком широко. Может быть, стоит ее конкретизировать. Хорошо, что идеалы Бога, семьи, исторической памяти, социальной справедливости, они сейчас стали говорить. Это очень здорово. Но еще раз повторяю, что тут еще идти, идти, идти. Хорошо, смотрите, Владимир Игоревич, вот если мы говорим об ЛГБТ-лобби и о том, что подобные, назовем их в кавычках, ценности сегодня транслируются через средства массовой информации в население, а я знаю, что вы специалист по такому региону, как Балканы, после развала Югославии часть созданных национальных государств так или иначе имеют такие тесные контакты с ЕС. В некоторых из этих государств есть как католики, так и, скажем так, мусульманское население. Как они вписываются и как они принимают вот эти ценности. Скажем так, вот эта система пропаганды и подачи информации, она все-таки вскрывает население, меняет их мировоззрение? Ну, я понимаю ваш вопрос. Да, тут есть, конечно, информационный повод, совершенно безобразный, да, что на днях в Черногории был принят закон о поднополых браках. И мы в первой части об этом говорили. Я говорил уже, что есть опасность, что через несколько месяцев что-то подобное может и в Сербии произойти, потому что Анна Брнабич, премьер-министр Сербии, она является представительницей как раз нетрадиционной ориентации сексуальной. Если она останется, конечно, еще во главе правительства после этих выборов. Я бы шире посмотрел на этот вопрос. Вообще, как вписываются страны в принципе, да, в европейский контекст и в евроатлантическую систему как таковую. Конечно, мы можем тут сузить ЛГБТ, но это один из аспектов таких, да, потому что хочешь в ЕС, это обязательно. Я понимаю вас. Ну, а если в целом провести обзор по странам бывшей Югославии, вот в плане политических, принятия европейских ценностей, то, конечно, здесь быстрее всего это прошло в акатоличных некоторых странах, то есть в Хорватии и Словении, которые были в составе Австро-Венгрии долгие годы. И там они, в общем, выработали вполне такую западную систему партийную, да, двухпартийную. То есть, ну, вот сегодня в Хорватии, например, будут выборы, хорватский демократический союз и социалисты, да, хорватские противостоят друг другу на парламентских выборах. Вот такая классическая просто система. Одни больше националисты, другие больше либералы. Значит, и у них там давно проходят и гей-парады, и все, что нужно по этому поводу, хотя, естественно, католические ценности, они этого не подразумевают. Значит, что касается Черногории, то там вот, несмотря на то, что этот закон был принят, всего одним, на один голос получили больше, чем нужно было, 41 голос надо было в Скупчине получить, а не 42 получили. А тут ситуация очень тяжелая, потому что Черногорская власть ведет войну с сербской православной церковью, ее митрополиями черногорскими, прежде всего с митрополитом Черногорским и Приморским Мамфилохием. И тут идет, значит, война по поводу закона о свободе вероисповедания, который был в декабре прошлого года принят, и по которому фактически стало возможным, перехватывать собственность сербской православной церкви Черногории, ну, брать ее, там, государственную собственность, а потом, возможно, передавать раскольникам черногорскими, так называемую Черногорскую православную церковь, это раскольники, да. Значит, да, в Черногории ведь находится немало святынь, которые ценны для всего христианского мира. И там, конечно, сейчас идет борьба. С одной стороны, Джуканович, который так или иначе уже почти 40 лет управляет Черногорией, и, значит, условно, ну, под патриотами, да, их называют сербы, на самом деле черногорцы, они и есть сербы, на самом деле горные сербы просто, черногорцы. И, значит, кто-то просто забывает о своих корнях, своей истории. И вот Черногория, это мафиозная бандитская власть во главе с Джукановичем, который является одним из главных воров на Балканах, они, ну, пытаются всячески отделить Черногорию от сербы. И это им удалось политически сделать. В 2006 году, когда они провели референдум, да, и который проводил Хавер Солана, фактически руководил, да, и под проведением, он был до этого генеральцем в Талию НАТО, а в то время был комиссаром ЕС по внешней политике и безопасности. И вот они там набрали эти 56%, им надо было 55%, да, хотя опросы общественного мнения показывали, что большинство против, ну, так, подтасовали немножко, еще плюс к тому же, мощнейшая была пропагандистская кампания по этому поводу, и главным пряником было вступление Черногории в ЕС. Вот сейчас они в НАТО вступили, в ЕС готовятся, у них там последнее, вроде как, остается какие-то приготовления, и это вот, как сказать, ну, как приманка, да, членству в ЕС. Хотя мы видим, недалеко там Болгария находится, и что я дал членству в ЕС, абсолютно ничего, беднее только стала страна. То же самое можно и Румыния сказать. Ну, ладно, это другой разговор уже. Так вот, значит, в Черногории достаточно по этому поводу жестко идет противостояние, и литургии, которые проводят сербская православная церковь, они постоянно заканчиваются массовыми акциями протеста против Джукановича и его власти, где главными лозунгами являются Мила Лопова и Медава Святения, то есть Мила Вор и Не Дадим Святыни. А так, в общем, ну, пытаются фактически разделить один и тот же народ, выдумали искусственный черногорский язык, который фактически является там яковским диалектом языка, кое на котором является сербо-хорватский. Ну, там небольшие отличия в фонетике, прежде всего, немножко в морфологии, ну, там, тео-тио, хтео-хтио и так далее, ну, и в лексике тоже немножко. То есть, если между хорватским и сербским есть какие-то существенные отличия, которые искусственно были еще добавлены после того, как Хорватия стала независимым государством, с помощью использования архаизмов, гнеологизмов, то есть с черногорским языком, ну, просто не получается такого. Или возьмем, там, скажем, Македония, там тоже достаточно жесткое противостояние, но там бы, там тоже, в общем, патриотов и западников, но там еще очень важен мусульманский фактор, потому что там большое количество албанцев, это количество постоянно растет. И последним президентом, который пытался разоружить албанские группировки, там был Борис Тройковский, который в 2004 году погиб в бою-катастрофе, а до этого на него было еще два покушения, и вполне возможно, что и там что-то было, хотя расследование ничего не дало, факт о том, что он был достаточно такой патриотично настроенный президент, пытался жестко, так сказать, реагировать на усиление военизированных албанских группировок, он погиб, а еще один президент Македонии, Николай Груевский, в 2017 году вынужден был бежать в Венгрию, против него было заведено дело о коррупции. Это тоже был такой просербский, ну, в общем, патриотически настроенный президент. А сейчас в ту власть и коалиция во главе с Дораном Заевым, который объединился с албанцами, прежде всего Дуи, да, партии главной албанского меньшинства, она абсолютно проамериканская, и вот дошло до того, что сейчас не то, что там разоружать кого-то, а Дуи, она заявила, что если во время следующих выборов в Черногорское собрание, значит, она получит больше всех голосов среди албанских партий, она вступит в коалицию с так называемыми социал-демократами, да, Зорану Заева, только в случае, если албанец по национальности станет премьер-министром Македонии. То есть, видите, насколько растут уже требования. Ну, и абсолютно в таком наплевательском стиле они себя ведут по поводу мнения людей, мнения народа, и вот в 2018 году, осенью, да, проходил так называемый Айварский референдум по поводу, признание Приспонского соглашения, значит, между Македонией и Грецией, что страна должна называться Северная Македония, противники этого референдума, они говорили, что ешьте Айвар, о, готовьте Айвар, ешьте, да, и сидите долго, не ходите. И, значит, сторонники бойкота провалили этот референдум, тогда явка не добрала до 50%, но, тем не менее, власть на это наплевала абсолютно, и, значит, был, все равно страну переименовали в Северную Македонию, просто решением парламента, потому что сказали, ну, явка не явка, а там из пришедших 95% заводится. То есть они такие традиции ЕС взяли наплевательство, наплевательство с кого отношения на мнение народа, потому что когда выносились в середине 2000-х годов на референдумы в европейских странах положение о признании Конституции ЕС, то она была провалена, значит, в Люксембурге, в Голландии, во Франции, значит, потом, после того, как везде стали проваливаться эти инициативы, то решили сменить Конституцию ЕС на Лиссабонское соглашение, принципиальное положение, которое оказалось теми же, то есть это прежде всего либерализация рынка труда, либерализация рынка труда. И уже нигде референдумы не стали рисковать проводить, везде парламентами принимали, только в одной стране провели этот референдум в Ирландии, и там Лиссабонское соглашение провалилось. После того, как провели еще мощнейшую пропагандистскую кампанию, все-таки на втором референдуме в Ирландии она прошла. То есть ЕС вот такое вот показывает отношение к людям, к геократическим принципам и так далее. Ну и, собственно говоря, идет это все и на Балкану. Значит, что касается Боснии и Герцеговины, то это самое сложное образование сейчас на территории бывшей Югославии, потому что оно искусственно было создано в результате Эрдовского соглашения 1990... Ой, извините, не Эрдовского, Эрдовского, это когда Сербская крайна была ликвидирована, Дейтонского соглашения 1995 года. Значит, тогда сербы получили 49% републики сербской территории, хотя после войны они контролировали 75%. Вот отдали столько территории, а хорватско-мусульманская федерация получила 51%. Ну, естественно, сербы хотят в Сербию, с сербами жить, хорваты хотят в Хорватию, ну, Запад не хочет этого, и хотят они, чтобы было такое вот образование с одной стороны, а с другой стороны, с другой стороны они его все равно хотят контролировать, не хотят его в НАТО протащить, там, значит, план действия определенный принят уже, хотят протащить ВЕС после этого. Пока република сербского блокирует все намерения в Боснии вступить в НАТО, да, значит, и говорит, что при активизации этих попыток приведут референдум о независимости, а потом присоединение к Сербии, соответственно. Ну, искусственное образование, думается, что оно в конечном итоге прекратит существование, единственная положительная вот его сторона, единственная польза от этого, что не вступает, не вступает они в НАТО, да, и Запад чем сначала мотивировал, почему так должно быть, чтобы в Европе не образовалось еще одно мусульманское государство. И одно, пока вот одно, да, Албания, хотя тоже с определенными оговорками, потому что там много христиан, значит, и католиков, и православных, но вот этого они не хотят. И, значит, тут република Сербска, она абсолютно жестко выступает, естественно, против всяких гей-парадов и тех ценностей, о которых вы говорили. А вот в самой Сербии, как известно, после прихода власти правительства Николичича и Вучича, где и парады проводятся в октябре, если в этом году, правда, отменили из-за коронавируса. И если вот, значит, даже во времена правления Тадича, да, либерала проамериканского, националистам сербским удавалось срывать эти, значит, гей-парады, да, то есть они просто собираются в центре, не давали проводить их. В том числе и били, да, в определенных случаях представители сексуальных меньшинств, которые эти парады пытались провести. То после подписания Брюссельского соглашения с гей в 2015 году, значит, сербы взяли на себя обязательство обеспечивать эти парады, ну, сербская власть, точнее. И теперь полиция защищает, вот каждый год защищала эти гей-парады, они в октябре проводились там, то есть хулиганов туда, собственно говоря, не пускали. Вот, то есть, Сербия, конечно, сейчас, ну, единственная фактически страна на Балканах, вместе с патриотической частью Черногории, которая защищает традиционные, там, пославные ценности, христианские ценности. Сербы – это очень религиозный народ, более религиозный, чем русский. Для них религиозные праздники, ну, как я вижу, да, более религиозные, чем русские в основном, религиозные праздники больше значат, и, так сказать, для большинства населения. И, ну, не случайно, что Новый год, который празднуется, да, по, значит, новому стилю, они не так отмечают, как тот, что у них называется православный Новый год, 12-13-14 января, значит, по григорианскому календарю, да, то есть для них важнее сначала отметить Божич Рождество, и потом уже православный Новый год. Значит, ну, вот, хорошо, что так пока, да, устроит ситуация, хотя власть там говорит дежурные слова о европейской интеграции, о том, что у нас европейский путь, но ведь им ставят условия, что любая интеграция возможна только после решения вопроса Косова, а решение вопроса Косова будет означать, признание будет означать политическую смерть абсолютно любого сербского руководителя, который что-то подобное подпишет. Значит, потому что сербы не примут ни при каких условиях признание отделения Косова от них, потому что Косово это святые места, оттуда начиналось сербское православие, там была битва на поле черных дроздов на Косовом поле, да, в 1889 году, которая имеет вообще решающее значение для формирования сербов как нации. Вот, то есть сербы, конечно, в большинстве своем никакие вот эти вот ценности европейские новые не приемлют, и тут только надо учитывать, что они находятся, это государство в центре Европы, они этим монтировать никак не могут, и с Европой, конечно, им все равно придется сотрудничать, так или иначе, на каких принципах это будем смотреть, хорошо, что 27 июня сорвалась встреча в Вашингтоне между Гутичем, президентом Сербии, Хашим Тачи, лидером косоваров, да, албанцев-косовских, так называемого Косова, непризнанного ООН, потому что против Тачи как раз за несколько дней до этого завели уголовное дело, да, международный трибунал по, значит, преступлениям в Косово, но понятно, что это не случайно было сделано, это тоже на Западе есть определенные силы, которые хотят помешать Трампу там что-то урегулировать, ну и хорошо, что эта встреча не составилась, сорвалась, потому что среди сербских патриотов были большие опасения, что могут что-то там подписать, не то, чтобы прямо признать, да, а могут подписать то, что, значит, косвенно потом может быть использовано для признания Косово, для отделения Косово, значит, и вот эти вот там шаги, которые предлагались обменять сербские анклавы, сербские территории, там, северная часть Дмитровицы, Косово на районы в Южной Сербии, там, Санджак, например, в котором доминируют албанцы по населению, вот, хорошо, что это пока все провалилось, но решили, и сейчас, конечно, как вот справедливо совершенно российское внешнеполитическое ведомство говорит об этом, сейчас не время пытаться решить проблему, Косово, чем, ну, по крайней мере, в данный момент для Сербии, для России выгодно, чтобы юридически это было отложено, и чтобы Косово воспринималось как есть сейчас, как непризнанное государство, а сербы его воспринимают как оккупированное государство, да, там находится натовская база Бонд-Стил, которая и обеспечивает тот статус Который есть там, и натовцы, значит, разделят албанцев, Митровицы между северной и южной частью, там вот итальянские карабинеры стоят, и так далее, и так далее. В общем, Балкан это территория, конечно, над которой пока не удалось установить Западу полный контроль, не случайно, значит, Ричард Гренелл, сейчас спецпредставитель президента США по урегулированию споров между Сербией и Косовом, он сказал в свое время, что НАТО еще не завершил свою работу на Балканах, значит, и они, конечно, хотят и Сербию, и Боснию полностью сделать своим протекторатом, значит, и вот Гренелл, он, кстати, открытый гей, так, кольцевая композиция, да, закругляет тему открытый гей, он, значит, однозначно, так сказать, за то, чтобы проблему с Косово решить быстрее, разделить Косово от Сербии и, значит, заняться евроинтеграцией уже Сербии, как таковое. Хорошо, Владимир Игоревич, вот смотрите, такая глубокая тема, конечно, у нас вырисовывается, мы, конечно, немножечко отошли, может быть, от нашей генеральной линии, но все-таки, да, вот, если мы берем украинские СМИ, украинских популярных тележурналистов, то они все время ссылаются на некий Будапештский меморандум, так называемый, о нерушимости границ в Европе, кажется, так формулировка такая у этого, скажем так, документа. Как же тогда говорить о Югославии, да, о Сербии, о Косово, да, о других, скажем так, анклавах сербских и в то же время, то есть, тут понятно, мы вот говорим, Косово непризнанно, но однако косовская сборная сейчас даже в футбол играет, да, то есть такая непризнанность очень, скажем так, двоякая. И в то же время есть Крым, есть Донбасс, то есть получается это какое-то двурушничество? Абсолютно верно, это двойные стандарты, да, ну тут элементарно можно сказать, почему Украина могла отделиться в свое время от Советского Союза, а Крым не мог отделиться от Украины, Донбасс не мог отделиться. И то же самое, в общем, происходило и в Югославии, потому что очень схожий есть пример, очень важный, ну, меморандум, это меморандум, меморандум, он есть меморандум, на самом деле, это меморандум, понимаете, это все как раз вот примеры двойных стандартов и Югославия нам очень хорошо это иллюстрирует в каком плане. Вот почему в свое время Хорватия могла отделиться от Советского Союза, а Сербская Крайна не могла отделиться от Хорватии, да, из-за чего, в общем-то, началась гражданская война в Хорватии. Потому что очень схожие примеры, да, Сербская Крайна в Хорватии и Донбасс на Украине. Значит, примеры схожие, но есть определенные различия, как временные темпоральные, так и сущностные, да, временные, это потому что Сербская Крайна, она отделилась, объявила о своем отделении от Хорватии сразу же после того, как Хорватия объявила о независимости от Югославии, то есть в 1991 году. Значит, а Донбасс объявил об отделении от Украины, о независимости от Украины через 23 года, после того, как Украина вышла из СССР. Вот эти вот двойные, опять-таки, стандарты, да, то есть те могли отделиться, а эти не могут. Получается, что так. Вот. И второе различие это сущностное. Как себя столице ведут? Потому что с одной стороны, значит, Белград, официальный тогдашний президент Югославия Милошевич, они не оказали военной поддержки сербам в Хорватии, в результате чего на ней очень рассчитывали, в результате чего сербская Крайна была разгромлена с начала 1-3 мая в Западной Словонии, часть сербской Крайна, и основная часть Тукминской области в августе 95-го года. Первая операция называлась Блеск, молния, вторая Луя, буря или гроза еще переводит. В результате чего по некоторым данным 250-300-350 тысяч человек покинули тогда Хорватию, уже в 96-м году окончательно прекратилось существование официально сербской Крайна по Арбатистскому соглашению. Небольшие части оставались, сопротивлялись на это. Но Хорватская армия получила подкрепление новейшим оружием из США, из ЕС, и легальные, и нелегальные американские ЕС-овские инструкторы там действовали, в результате не получив помощи от Югославской армии, Крайна была разгромлена, и эти люди, в общем, для них это колоссальная трагедия была, которые оттуда вынуждены были бежать. Их многих растеряли в Косово потом, чтобы создать какой-то определенный противовес для албанцев, которые там размножались активно, так же, как и сербских беженцев из Боснии, прежде всего, из Западного Сараева там размещали. И потом, когда начались эти события в Косово, когда сербов стали резать, притеснять и выгонять, то для этих людей двойная трагедия была. То есть, сначала они из Хорватии, из Боснии бежали в Косово, потом из Косово вынуждены были бежать. Ну, либо в сербскую часть Косово, в Косово, Дмитровицы, многие из Приштина сбежали, да, или в саму Серби, или в Республику Сербского в Косово. Все-таки российское правительство так или иначе, вот в отличие от Крайна, оно смогло остановить падение Донбасса ЛДНР, когда уже до взятия Донецка оставалось несколько дней, тут начал работать ВНТОРК. Ну, мы прекрасно понимаем, что российская техника, пустяки, они там использовались так или иначе, хорошо было проведена операция, судя по всему, по пересечению границы с Украиной, потому что американцы очень злили, что они со спутников ничего не смогли снять, прекрасно сработала РЭП, система радиоэлектронной безопасности российская, и, значит, удалось пока отстоять на данный момент, и сейчас вот информационный повод такой, что была же на днях опять встреча Нормандской четверки, представители, да, представители, и опять, в общем-то, там особо ни для чего не заговорились, хотя есть определенная опасность в чем? В том, что вот Минские соглашения, они хороши тем, что они не выполняются, и что конфликт заморожен, потому что то, что там сейчас говорят, дадим Украине три дня, пусть они принимают закон значит, об особом статусе Донбасса в Конституцию вносят положение, ну, понятно, что они этого не сделают, но хорошо, что они этого не делают, то есть прошло уже с Минских, написание Минских соглашений скоро шесть лет уже будет, да, и они не выполняются, это хорошо, что украинцев не выполняют, а вот если бы они начали выполнять, если бы они действительно приняли закон об особом статусе, если бы они действительно, так сказать, согласились на внести, на признание милиции народной, ну, и так далее, и так далее, а там и дальше выбор по украинским законам границы передается, контрольных границ передается Украине, и мы получили Донбасс в составе Украины, что для России было бы чудовищным геополитическим поражением, наоборот, как русские юридентисты выступают за то, чтобы вернуть и потерянные территории Донбасса, потому что поздно слишком начали помогать, и потеряли Славянск, Краматорск, Мариуполь, важнейшие города, значит, и Харьков, который восстал 28 февраля 2014 года, демонстрация была самой крупной на Украине, когда над зданием областной администрации в Харькове был водружен российский флаг, значит, не успели они вооружиться, к сожалению, а теперь им приходится переживать, терпеть украинизацию насильственную, во всех, значит, проявлениях, в том числе и в школе, да, скоро перестал на русском языке преподавать, учить, да, детей, и вынуждены они жить в стране, в которой там Бандера, Шухевич и прочая мразь, нечисть нацистская признается героями, ну вот, так что двойные стандарты совершенно очевидны, что если вы хотели, чтобы имело право там Украина отделяться от России, ну и от Украины должны иметь право отделяться территории, которые хотят, если вы хотели, чтобы Хорватия отделилась от Евгозави, да, дали ей независимость и в итоге, значит, пусть тогда и сербы, они и хотят жить в Хорватии, пусть отделяются, нет, вот решили все тем, что разгромили крайню, но, к счастью, вот пока Россия не допускает хорватского варианта с Донбассом, я думаю, что не допустит ни при каких условиях, украинцы это понимают, поэтому они и не начинают никаких военных действий, потому что это может спровоцировать тогда уже, в общем, серьезную контратаку, и с, действительно, может быть, это и хорошо было бы, да, если бы они начали полномасштабное наступление и проиграли бы эту войну, Россия должна просто будет поддержать, иначе никто не поймёт нашим руководством никаким образом, и Путин очень хорошо понимает, он знает пример Милошевича, который не помог тогда в Хорватии сербам, значит, Дейтинское соглашение было тоже заключено на невыгодных для сербов условиях, а всё закончилось чем? гомбардировками самой Югославии, значит, и тем, что Милошевича значит, прямо на видов дан, да, главный сербский праздник 28 июня 2001 года, выдали в Гагу тогдашний, значит, уже предательский проамериканский режим, ну, там, часть его, точнее, проамериканский была. Вот такая вот ситуация. Думаю, что Путин этих ошибок допускать не будет. Владимир Игоревич, давайте спустимся немножко с международного уровня, всё-таки, на наш региональный последний вопрос. Немножко о Воронежском факеле. Я знаю, что вы большой футбольный болельщик, вижу на вас футболку партизана сегодня. Всё-таки скажите, пожалуйста, вот нам отсюда со Старого Оскола кажется, что вот факел такая команда, которая переживает определенные циклы. То есть, раз в три года появляются какие-то деньги, появляются какие-то амбиции, какие-то задачи, потом куда-то всё это девается через время, да, и опять команда, скажем так, является аутсайдером в лучшем случае. Раньше это называлось Первая Лига. Вот всё-таки что с воронежским футболом и когда всё-таки факел вновь, скажем так, попадёт в элиту нашего футбола? Ну, прежде всего, да, ну я, да, как болельщик партизана, я вас, как болельщик Спартака, поздравляю с тем, что Сревина Звезда, недавно стал чемпионом Сербии в очередной раз, значит, а по поводу факела, тут желание руководства региона очень важно, вы же знаете, особенно с нашего футбола, что часто это всё решается на уровне губернаторов, и когда факел вот последний раз показывал хорошую игру, это было в конце сезона 2015-2016 года, когда факел шёл там на четвёртом месте, в турнирной таблице, показывая прекрасную игру, я считаю, что лучшую со времён Валерия Георгиевича Ниненко с 2001 года, когда факел последний раз играл в высшей лиге, вот при тренере Павле Гусеве была очень хорошая игра, поставленная, команда шла, ну, реально претендовала на стыковые матчи, но, так сказать, на уровне руководства области это особого энтузиазма не вызвало, потому что они узнали, что, чтобы играть в РФПЛ, нужны большие деньги, ну, и так вот, сказали, да играйте вы в ФНЛ, зачем нам какие-то задачи, зачем нам деньги, тут клуб есть в ФНЛ, и хорошо, значит, продали в конце 15-го года сбор ведущих игроков, новых не приобрели, а Факел ведь действительно тогда мог вполне претендовать на выход выше лига. В следующем сезоне такая же ситуация, опять в верхней части таблицы, опять хорошая игра, но опять с энтузиазма нет никого, в итоге Факел начали покидать ведущие игроки, и собственно говоря, потому что нет цели, зачем играть. Хотя, да, ну и в итоге, что Факел вылетел во вторую лигу, вернулся, и вот три последних года мы опять вылетаем во вторую лигу, и каждый раз остаемся по неспортивному принципу, потому что у кого-то слишком плохие дела с финансами, у Факела с финансами дела не настолько плохие, как у них, да, то есть команда по финансовым показателям остается, ФНЛ, но, значит, и цели никаких не ставятся особенных, хотя вот финансирование ТНС, Энерго, оно стабильное, но и без каких-то перспектив на будущее, и как стабильное, ведь таких серьезных приобретений не делается, вот сейчас говорят о следующем сезоне ФНЛ, который должен скоро начаться, будем надеяться, что никакие эпидемии ему не помешают, и вот опять сейчас идет разговор о том, что будем рассчитывать на молодых воспитанников воронежского футбола, то есть это уже ясно совершенно, что опять будет речь идти только о том, чтобы бороться в лучшем случае за середину таблицы, так все и будет. Так вот новый генеральный директор Факева Аскабадзе говорил о том, чтобы новый генеральный директор Факева говорил о том, чтобы воронеж построить новый стадион, чтобы решать какие-то задачи серьезные, инфраструктуру улучшать, не находит это тоже понимание. То есть пока не будет на уровне, ну, такие особенности футбола нашего сегодняшнего, пока не будет на областном уровне понимания, что Факеву нужна команда в высшей лиге, а Факеву это как воронеж, все-таки город очень футбольный, и Факеву дважды играл в чемпионатах СССР в высшей лиге в 61-65 году, и в российской высшей лиге в 92-97-2001-2001, особых лаврах не сыскался, мне не играли там, да, город футбольный у нас прекрасные болельщики, прекрасный футбол понимающий, очень жалко, конечно, что команда влачить такое существование, как пример можно положительный ротер представить, да, команда, которая тоже долгие годы прозябала во второй лиге, но как только начали приниматься волевые решения по этому поводу, ставится серьезная задача, команда, как известно, в следующем сезоне будет играть в премьеры лиги, вернется туда после тоже очень долгого перерыва, чуть не двадцатилетнего, если я не ошибаюсь, вот, то есть будут задачи, все вполне выполнимо, потому что факел на разных уровнях выходил в высшую лигу, и ничего тут, собственно говоря, сверхъестественного нету, только надо ставить цели и стремиться к ним. Хорошо, Владимир Ильич, желаем собственно футбольному клубу факел успеха, я надеюсь, что когда-нибудь все-таки мы увидим по телеканалу Матч ТВ вашу команду высшей лиги, вам тоже успехов педагогических в первую очередь, ну и так по жизни, по сути дела, ну много вопросов и долго можно об этом говорить, спасибо, что вышли на связь, ну встретимся и будем общаться через определенный промежуток времени, наверное. Да, привет Старому Осколу обязательно, потому что я там 15 лет работал в СовВГУ и с самого начала там с 2000 года и уехал оттуда в последний день в декабре 15-го года, когда объявили как раз о ликвидации Старо-Оскольского филиала, у меня очень теплые воспоминания о СовВГУ, о Старом Осколе, значит, привет городу, привет всем бывшим студентам, выпускникам из Старого Оскола, которые меня сейчас смотрят, ну и да, надеюсь, что для нас с вами это не последняя будет встреча в записи. Да, спасибо большое, встретимся в эфире. До свидания, всего доброго.